Начинаем с Северной Америки. Видно, что все прекрасно в Северной Америке, за исключением мороза, конечно, который накрыл большую часть, за исключением здесь только Юго-Востока, но и самого Юго-Запада. В Колумбии здесь продолжает что-то гореть, заходом в Эквадор. Так-то в Южной Америке все прекрасно. Вот. Пылевые бури замучили здесь жители Африки. Прям бесконечно здесь задувает. Вот. Приходится им с этим мириться. Ну и вот здесь по северу Африки мы тоже видим ухудшение состояния воздуха. Так же, как вот на севере Италии здесь не меняется ситуация. Начали гоняться пылевые здесь какие-то песочные. Тоже бури происходят в Средней Азии. Да, меняется сейчас ситуация здесь. И даже задевает Южную Сибирь немножко. В Китае все прекрасно. Улучшилась ситуация. Ну, конечно, остаются какие-то загрязнения, но не такие, как были раньше. И потихонечку улучшается ситуация. Так же в Индии. Вот. В Пакистане остаются примерно в такой же ситуации. Изменился ветер. Вот здесь теперь ветер дует с северо-запада. В Саудовскую Аравию теперь заносит все это добро. Вот. Ну и в Ираке здесь тоже пыль гоняет туда-сюда. Смотрим теперь, где у нас какие осадки выпадают. Здесь вот холодный фронт накрыл Ирландию и Шотландию. Прямо неприятная погода. Ну, соответственно, вот циклон сам находится сейчас у побережья Норвегии. Здесь вот такая полоса идет от Прибалтики до Кольского полуострова. Непогода захватывает на востоке этой полосы. Прямо смотрите, как одна линия, как по линейке. Как будто прочертили. Надо же. Здесь выпадает снег. На западе здесь выпадает дождь. Но в целом ощущения неприятные. В Европе осадков мало. Немножко вот снежит в горах. Причем такая изморость в основном. А так в целом сегодня должен быть солнечный день. И вот небольшие осадки вот здесь на Ближнем Востоке. Что довольно-таки полезно. Также продолжаются осадки на Кавказе. Мы видим, что уже истощается, но все-таки продолжается в Поволжье снежок идти. Ну и в районе Каспия, вокруг да около, мы тоже видим небольшой дождик. От Пермского края до, получается, Братска идет такая непрерывная полоса снега в Сибири. На Дальнем Востоке у нас выпадает снежок, тоже мы видим. И осадки вот сейчас перешли в район Мьянмы, к Тибету. Ну там тоже редко осадки бывают, поэтому им это полезно. Сильная гроза продолжается в Индонезии, север Австралии, Папуа. Ну и в Новой Зеландии, смейте, здесь в районе Нового Плимута. Прямо проблемы. И Велингтона, прям серьезные у них проблемы, ожидаем. Ну там же тоже горная местность, можно ожидать сообщения о каких-то там чрезвычайных ситуациях. На Аляске, в принципе, нормальная погода вполне. Фэрбэнксе минус 16, небольшой снежок. То же самое на юге Аляски. В Анкоридже всего минус 4. На западе Канады небольшой снег. Ну кое-где вот здесь вот на юге довольно-таки серьезно происходит. Вышла штормовая погода. Саунленд, побережье Галифакса, Новый Скотти. Вот, атака, основной шторм мы видим в океане. То есть, угроза прошла. Ну вот, его хвост здесь задевает как раз южную часть Мексики. И здесь локально могут быть какие-то неприятные события, которые могут сопровождаться, к сожалению, оплазнями. И смотрите, вот здесь в районе Кита и Колумбии продолжаются грозы, дожди. Так что ситуация нестабильна. И вот сильная гроза сейчас в районе Парагвая с осадками, с мощными. Ну и вот здесь побережье Аргентины тоже задействуется. Так, смотрим теперь. Самая главная новость. Это топовая новость, наверное, сегодняшнего дня. Это Батсирай, циклон достиг Мадагаскара. Самая большая проблема, ребята, это в том, что у него скорость движения снижается. Не скорость ветра в нем, а его передвижение по поверхности нашей планеты. Мы видим, что ему заняло несколько дней пройти вот это расстояние, и скорость продолжает снижаться. И это значит, что он может зависнуть над Мадагаскаром. Это очень плохой признак. Это, соответственно, будут лить дожди, а там тоже это горный остров, и непонятно, чем это все закончится. Так что смотрим. Ну, давайте теперь глянем, что же. Великобритания переместится в Северную Германию, будет задевать Южную Германию, вроде как не заденет. И вот эта полоса прямая от Кольского полуострова будет теперь до Черного моря. Вот так вот, таким вот, прям вот, как кишечник какой-то, да, вот на картинке, вот, получается. На самом деле, если его продолжить от Кольского, то он идет вот сюда вот, и видно, что в итоге он как раз связан с этим вот циклоном. То есть, это хвост такой. Мы в Средней Азии видим довольно-таки сильные осадки, в Западном Казахстане видим и на юге Каспии тоже. Ну, и в Центральной Сибири, даже в Восточной Сибири, можно вот здесь вот уже при, даже в Якутии тоже виден снежок. Продолжается снег вот здесь вот вдоль побережья Тихого океана. Ну, и видно, что вот этот циклон полностью закрывает собой весь, всю южную половину Манагаскара, полностью накрывает. Вот, поэтому эвакуация здесь, возможно, только на север. Насколько известно по новостям, она началась довольно-таки поздно. То есть, вчера только, не знаю, успеют они переехать или нет на север. Ну, вот на Западе Канады еще надо обратить внимание. И на самый-самый Восток Ньюфаунлит. Смотрим завтра, какая будет у нас погода, не погода, точнее, Южная Америка. Смотрим Перу, Боливия, как раз эти зоны. Сильные осадки продолжаются здесь на Западе Канады, неприятности. Здесь как бы около Флориды какая-то локальная гроза. Ну, и вот в Европе здесь, видно, приходит и в южную часть сюда заходит этот циклон. Ну, с дождями и сильным ветром. Ну, вот видно, что Азорский антициклон как раз пуляет вот эти вот циклоны. И они один за одним в итоге сосредотачиваются вот здесь, у Скандинавии. Так, ну, и влияние получится уже на Прибалтику, довольно-таки мощное этого циклона. Ну, то есть не дает отдохнуть. Один за одним летят циклоны. Так, ну, Бат-Сирая, видно, что да, он никуда не уходит. Он весь проливается, понимаете, над Южным Манагаскаром. Ну, смотрим новости. Скорее всего, они поступят где-то в понедельник. Так, а мы давайте посмотрим давление. И давление видно, что вот депрессия такая сформировалась около Каспия, в центре, в Туркменистане. Не часто такое можно увидеть. Потом вот здесь в Центральной Сибири небольшая депрессия. Но основная, это, конечно, вот Скандинавия, Прибалтика, вот по этой зоне, ну и район Белого моря. И на Дальнем Востоке. А так, преимущественно, высокое давление. И высокое давление у нас в Северной Америке отмечается. Завтра примерно так же сохранится. Вот здесь вот на Аляске, на Западной Канаде низкое давление. И вот здесь вот на большую часть Европы тоже распространится вот эта депрессия, вот эти циклоны. Будут три штуки, их можно здесь увидеть, рассмотреть. Будут висеть практически на одном месте. А в азиатской части будет высокое давление, за исключением Казахстана. То есть, сюда, из Каспии, в Казахстан сместится, из Туркменистана в Казахстан сместится эта депрессия. Давайте посмотрим 14 середина месяца, День Святого Валентина. Здесь депрессия в районе Урала, Западной Сибири. А так, преимущественно, высокое давление над всей Евразией, за исключением Скандинавии. В Северной Америке, вот здесь вот в самом центре, будет депрессия. А так, на всем континенте высокое давление. Смотрим теперь температура. Видно, что оттепель сейчас накрыла Европу. И вот граница проходит как раз через центральную Украину, центральную Белоруссию, по Прибалтике. То, что восточнее здесь, довольно-таки прохладно. Но не все так равномерно, потому что мы видим, что вот здесь вот в районе Каспия, у нас четко тоже оттепель, а в Туркменистане, так вообще 20-градусная температура, в Узбекистане и даже с заходом вот сюда вот в Южный Казахстан. И чуть-чуть перепадает и Киргизия. Так что, видно, ситуация становится более быстрой, более динамичной. Видно, что потоки воздуха, смотрите, этот воздух здесь с востока на запад, потоки идут, а здесь с запада на восток. Вот как вот они так умудряются сосуществовать на таком небольшом пространстве. Но в итоге от этого выигрывает Сибирь, Урал Южный, где температуры мы видим совсем не морозные. То есть, минус 5, минус 6, примерно вот такие температуры. Новосибирский минус 8, Барнаул минус 13. То есть, на юге гораздо холоднее, чем в центральной части Сибири. И вот в Красноярске минус 6. И даже в Иркутске потеплело минус 12. В Якутии тоже, в Ленске всего минус 17. Ну и все это движется сюда, к Якутску, потому что там тоже стало всего минус 27. То есть, держится более-менее вот у нас Жиганск, там Хандагат 37 градусов, Батагай минус 36. Ну и на севере вот здесь Оленек. В остальных частях видно, что отепель прям серьезно прогрессирует. Ну и вот небольшое похолодание идет сюда, в европейскую часть России. Здесь наличествует минус 10 в Москве, в Брянске минус 10. Ну это норма. И в Санкт-Петербурге минус 8. То есть, говорить о каких-то чрезвычайных морозах не приходится. В Киеве всего минус 1, в Харькове минус 6. В Ростове ноль. Так, ну теперь давайте посмотрим, да, давайте посмотрим, что делается в Америке. Здесь, да, большая часть Америки, даже север Мексики накрыт сейчас холодом. Ну, теперь давайте глянем ночные события. Ночью вот по самому-самому югу пытаются сюда, в Европу проникнуть. И даже получится достичь до Испании, через Кавказ в Турцию, в Западный Иран. Вот, ну и в Северную Африку, Саудовскую Аравию тоже проникнет традиционно холодный воздух и достигнет Южной Африки. Хотя, видно, что, конечно, поток этот уже слабеет. И в Южной Африке здесь уже только ее восточная часть теперь охлаждается. А на Западе вот уже здесь держится жара. Никуда не уходит. Вот теперь начинает накрывать США. Начинается с Запада. Ну, и вот так вот поток идет сюда и в Западную Канаду. Давайте завтра посмотрим, какие будут события. Завтра у нас продолжится утепель в Европе. Сдвинутся морозы в Россию полностью. Но они останутся в Скандинавии. Вот такая узкая полоса мороза будет в Поволжье. Но вот в Средней Азии сохранится утепель. И морозы, в общем-то, будут и на Урале, и в большей части Сибири. Они большие, максимум минус 10 градусов. Вот. На Дальнем Востоке только мы видим, что сюда вот до сих пор проходит морозы. И вся вот эта схема работает бесперебойно, как часы практически. Ну, давайте глянем в ночь на понедельник. Ну, примерно такая ситуация, без изменений. Но гораздо теплее становится в Северной Америке. Смотрите, какая мощная утепель в Канаде. Здесь, мне кажется, закончится все потопами. То же самое, что и в Краснодарском крае происходит сейчас. Ну, а теперь 14 февраля смотрим. И здесь в Штатах по центру утепель, по Великим Равнинам идет. Но в горах и в районе Великих Озер здесь даже в районе Великих Озер серьезные морозы за минус 20. А в Европе здесь мороз только в Восточной Европе. Чуть-чуть по горным хребтам он проникает в Центральную Европу. И в Скандинавии, в общем-то, небольшой мороз на Урале. Также сохраняется такая легкая утепель в Сибири в районе минус 10 градусов в Казахстане. Ну, и серьезные морозы мы видим только в Якутии. Сюда в Монголию, хоть в Китай. И даже теплеть начинает уже вот здесь на Дальнем Востоке. Ну, на Чукотке еще, правда, вернулись морозы 30 градусов. Вернуться 14-го числа. Ну, а с вами был Алекс, канал Береглаб. Желаю отличного поражения.